Анастасия Волочкова, которая несколько дней назад инкогнито приехала в Санкт-Петербург, чтобы проведать отца, увидела его квартиру в ужасном состоянии. По словам балерины, эту небольшую квартиру она купила в подарок своему отцу около 10 лет назад, и там он проживал вместе со своей гражданской женой Еленой и ее дочерью. Но в последнее время до Волочковой донанились слухи, что женщина плохо относится к ее родителю, и даже поднимает на него руку. К тому же некогда уютная квартира, в которой балерина за свой счет сделала ремонт, превратилась в захламленное жилище с гниющими потолками и сломанным паркетом. Увидев все это, Волочкова устроила разнос своей мачехе, а та не осталась в стороне, назвав ее ненормальной. «Звездище приехало с папой сидеть, бросило отца, теперь Настенька будет за тобой подтирать», — в сердцах сказала Елена. Волочкова попросила женщину и ее дочь удалиться, а после разговора с папой поняла, что ему нужно срочное лечение и забота специалистов, поэтому и отправила его в клинику под Петербургом, где в течение нескольких месяцев мужчина проходил лечение. Сама же Анастасия решила сделать папе сюрприз и во время его реабилитации наняла строителей, которые сделали ремонт в его квартире, разделили ее на несколько функциональных зон, обновили паркет и потолок, а также починили ванную комнату, где долгое время не работал сливной бачок. Теперь у Юрия Волочкова стоит новый удобный диван, а также оборудована красивая кухня и есть чистые простыни. По словам Анастасии, Елена и ее дочь Анна нагло пользовались ее деньгами, прикарманивая их себе, к тому же постоянно просили еще, явно на свои нужды. Не гнушались они и тем, чтобы забрать часть пенсии Юрия, которая составляет 20 тысяч рублей. Хоть мачеха и грозилась обнародовать нелицеприятные подробности из жизни известной артистки, Волочкова призналась, что не боится ее. Думаете, я ее боюсь? Да такую Мегеру все боятся. Ночью приснится, пол матраса съешь, отшутилась артистка. Когда Юрий приехал после клиники и увидел свое обновленное жилище, то на его глазах навернулись слезы. Он с радостью рассматривал фотографии и новый интерьер. После инсульта мужчина не может разговаривать, но активно выражает свои эмоции жестами и мимикой. В финале программы «Новые русские сенсации» Анастасия призналась, что она не против общения мачехи с отцом, но только в присутствии опытной сиделки. Ключи от квартиры передавать женщине она не собирается. А вот ее мачеха сделала сенсационные заявления, якобы Юрий сам выходил с ней на связь и постоянно плакал, так как скучает без Елены и Анны. Но он просит не говорить об этом своей дочери. Я навещала его в санатории, и так. Если бы я была уверена, что ему хорошо без нас и наше общение ему не нужно, но оно ему нужно. Он сам об этом говорит, сказала Елена. Боклонники надеются, что теперь отец Анастасии будет абсолютно счастлив, а его самочувствие улучшится. Сама же балерина в очередной раз отметила, что она готова потратить любые деньги, лишь бы сделать папу счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok